На прошедшей неделе произошло событие, которое может иметь для торговли «Газпрома» в Европе очень серьезные последствия. В этот раз в качестве разводящего сыграла Польша, которая подала иск относительно нарушения Германии правила энергетической солидарности при эксплуатации газопровода «АПАЛ», который по своей сути является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1». Смысл ископринципиальный и вытекает из взаимных договоров стран, образующих ЕС. В данном случае речь идет о том, что Германия не имеет права применять отдельные правила к объектам энергетики, которые прямо или косвенно затрагивают интересы других членов ЕС, как и другие страны не имеют права действовать подобным же образом в отношении к Германии. На прошлой неделе суд второй инстанции отклонил уже апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции не в пользу Германии и «Газпрома». Российская пресса так комментирует это событие. «Газпром» получил новый удар на европейском рынке газа, оставивший российскую компанию без третьей мощности ключевого трубопровода, идущего в ЕС. Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода «ОПАЛ», соединяющего Северный поток-1 с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Уже самая драматическая тональность, с которой новость преподносится чисто финансовым СМИ, говорит о том, что поляки, что называется, накрыли цель. И, между прочим, они вернули германскому правительству подачу за то, что те буквально придушили Польшу во время строительства Северного потока-2. Но это только бонус. А основная ценность этого решения сводится к тому, что суд возвращает энергетическую сферу ЕС к тем нормативно-правовым актам, которые последовательно принимались Евросоюзом, с тем, чтобы демонополизировать эту очень неоднозначную деятельность. Они больше известны как «энергопакеты под номерами 1 и 3», там даже приводятся цитаты из судебного решения. На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность АПАЛ на 50%. И, в общем, понятно, что это решение в первую очередь затрагивает «Газпром». Он является монополистом по определению, потому что добывает, транспортирует и продает газ. А в третьем энергопакете четко указывается, что совмещение хотя бы двух из этих пунктов в руках одной компании является квалифицирующим признаком ее монополизма. А «Газпром» совмещает все три пункта и даже не думает о том, чтобы изменить ситуацию. Вместо этого Кремль использует рычаги влияния, известные под названием «тропы Шреддера», по которым в одну сторону идет бабло, а в другую – нужное решение. И, как все имели возможность наблюдать, Германия, несмотря на ее подпись под третьим энергопакетом, решила просто вывести «Газпром» в исключение и не применять к нему эти требования. Причем больше никто таких исключений не пытался ввести или получить. То есть все это происходит между федеральным правительством Германии и «Газпромом» на глазах у Европы, которая наблюдает за этим сразинутыми ртами, потому что коррупционная составляющая такой позиции просто ором орет в эти газовые трубы. Но на активные и, как теперь видно, крайне профессиональные действия решилась только Польша, которая смогла поставить на место Германию в таком очень щекотливом для нее вопросе. Хотя первичный иск не направлен прямо против «Газпрома», предметом спора является соблюдение правил ЕС. В конечном итоге решение касается его напрямую. Поэтому газопроводу идет исключительно «Газпромовский» газ и с первой очереди газопровода «Северный поток». Российские СМИ так комментируют последствия вступления в силу этого судебного решения. Применительно к газопроводу «ОПАЛ» это означало запрет для «Газпрома» использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из «Северного потока-1». Мощность «ОПАЛ» составляет 36 миллиардов кубометров в год, мощность «Северного потока-1» – 55 миллиардов кубов. Таким образом, без ключевого ответвления «Газпром» теряет 33% поставок по первой ветке потока. «Поляки комментируют все это более профессионально и сдержанно. На самом деле они говорят о предмете спора и о том, что в ЕС правила должны работать одинаково как для маленькой Дании, например, так и для большой Германии. Поскольку если это работает как-то иначе, то какой смысл в этих правилах и в их соблюдении?» Именно эту мысль вынес как основной представитель правительства Польши Петер Мюллер. Польша, как и любая другая страна ЕС, согласилась стать участником соответствия со строгими правилами работы, то есть делегированными ЕС полномочиями. Вопрос энергетической солидарности закреплен в договорах ЕС, поэтому именно суд Европейского Союза выносит решение по этому поводу и по поводу справедливости и уместности этого решения нет никаких сомнений. Договор устанавливает принципы энергетической солидарности для трубопровода ОПАЛ. Согласно договорам, организация правосудия не входит в компетенцию органов ЕС. Если бы эти вопросы относились к компетенции ЕС, это означало бы, что к Польше относятся иначе, чем к другим странам ЕС. То есть представитель правительства Польши говорит о том, что согласно иску его страны, Польша не требовала особого отношения к себе, своему мнению или своим правам. Наоборот, она требовала однообразного подхода к позиции любой страны члена ЕС. Если правила третьего энергопакета таки применяются в Польше или Испании, например, то почему в Германии они должны прекращать свое действие? Примерно в том же ключе описывает суть положительного решения апелляционного суда и представитель Польши в этом процессе Дариуш Гринюв. Но при этом, будучи стороной в суде, он выслушал аргументы Германии и так оценивает ее позицию в этом споре. Когда речь заходит о подходе к энергетической солидарности и его оспаривании в принципе, моя оценка позиции Германии явно негативная. Эти правила вводятся в последовательных энергетических пакетах, а Германия демонстрирует избирательный подход в этом отношении. Интересно, что даже адвокат, представляющий в суде позицию Польши, делает ударение не на «Газпроме» и не на том, как он там пострадает или что-то потеряет, а на принципиальных, базовых вопросах, которые Москву никогда не интересовали. Там в эти дебри не лезут в принципе, поскольку у себя дома они привыкли к принципу «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло». В данном случае адвокат говорит следующее. «Решение Европейского суда юстиции подтверждает обязательство применять правовые положения, вытекающие из энергетических пакетов, в частности третьего пакета ко всем операторам в ЕС. Это правила, которые применяются ко всем, и их абсолютное применение только что было подтверждено судом. Применение этого принципа безусловно повлияет на способность «Газпрома» использовать газопровод «ОПАЛ». Если быть точным, то это уже действует, поскольку в решении первой инстанции уже указано правильное направление толкования положений. Сегодня Палата полного состава суда подтвердила это направление». А это значит, что дело не только и не столько в данном газопроводе, а в принципе и теперь это решение, получившее статус окончательного, будет приниматься как прецедент ко всем газопроводам, качающий «Газпромовский» газ по «Газпромовской» трубе, в том числе и скандальный газопровод «СП-2». Так что это только начало, а какое будет продолжение – скоро узнаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова